Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом пятый. В то время как четвертый псалом представляется нам вечерней молитвой, он заканчивается словами «спокойно ложусь я и сплю». Пятый псалом позиционирует себя как молитва утренняя. «Господи, поутру, буквально рано утром услышу голос мой». «Утреннюю к Богу», по-славянски. «Перед тем, как пойду в храм». Оба псалма, четвертый и пятый, являются плачем. Просьбы о помощи среди бедствий, навлеченных злыми людьми. Оба псалма, четвертый и пятый, признают, что Бог заботится о своих верных и праведных людях. Надписание пятого псалма также похоже на четвертый. Начальнику хора псалом Давида. Отличие состоит в том, что исполнение четвертого псалма сопровождается струнными инструментами, а исполнение пятого псалма – духовыми инструментами, возможно, трубами, флейтами. К сожалению, греческий перевод надписания «в конец о наследствующей» утрачивает это музыкальное примечание. Псалом Давида начинается с просьбы Господу о помощи. Славянское выражение «уразумей звозвание мое» Острее передает смысл исходной фразы «обрати внимание на мои вздохи, томления, переживания», чем выражение синодального русского перевода «уразумей помышления мои». Следующий стих говорит о крике помощи. «Внемлю глазу вопля моего». Псаломопевец просит о помощи в разгар беды. «Клянется в верности своему Господу, называя его своим царем и Богом». Доверие страдальца выражается в том, что он поднимается рано утром и пристает пред Господом. В ряде английских переводов предполагается, что за этим предстоянием подразумеваются утренние храмовые жертвоприношения. Автор псалма нарочно, неоднократно подчеркивает, что Бог не любит делающих беззакония, злодеев и нечестивых. Пятый, шестой стихи пятого псалма. «Бог не потерпит злодеев на месте своего обитания, погубит лжецов, кровожадного и коварного гнушается Господь». Противопоставив себя всем этим видам грешников, псалмопевец не называет себя тут же праведником. Он входит в Дом Божий, падает ниц, склоняется лицом до земли у порога храма, надеясь на множество милости от Господа. Практика преклонения колен, преклонения лица до земли в сторону Дому Божия очень древняя. Так пророк Даниил, находясь в вавилонском плену, в языческом окружении вдали от земли обетованной, открывал в своем доме окна в сторону Иерусалима и, цитирую, «три раза в день преклонял колени, молясь и словословие своего Творца». Обращаясь в сторону святого храма, псалмопевец просит Бога выровнять его путь и путеводить в правде. Он снова указывает на врагов, как на причину своего бедствия и описывает характер их злодейств. Их лживые слова, отражая содержание их сердца, испорченные уста, язык и сердце грешников, являются прямой противоположностью тому характеру мудреца, который мы находим в книге «Притч». «Сердце мудрого делает языково мудрым и умножает знания во устах его». Затем псалмопевец призывает Бога объявить грешников виновными и изгнать их, буквально рассеять в разные стороны. Возможно, за этими словами стоит образ изгнания неверных иудеев в другие царства и возвращения переселенцев из Вавилона, тех, которые сохранили ему верность. В конце концов, будут ликовать не просто уповающие на Него, но именно нашедшие в Нем свое прибежище, любящие имя Его. Заключительный, 12 стих псалма, объявляет о том, что Бог услышал молитву псалмопевца. Слова «Ибо ты благословишь праведника» предполагают, что сам псалмопевец стоит в их числе. Наконец, автор сосредотачивает наше внимание на одном важном аспекте Божьего благоволения, а именно на защите от Бога. Она подобна большому щиту, который закрывает, буквально окружает нас от нападения врагов. В христианской интерпретации этот псалм нередко относится не только к благочестно живущей душе, но и ко всей церкви. Поводом к такому толкованию служит греческое надписание о наследствующей в женском роде. В Новом Завете церковь уподобляется жене, а христиане – чистой деве, приведенной ко Христу жениху. Если так, это повод и нам задуматься над словами Иисуса Христа. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Является ли наша душа, является ли наша жизнь достойна этого наследства? Бог не терпит даже злого слова, согласно псалму, а уж тем более бунта против него со стороны кого-либо. Здесь есть повод о чем задуматься». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...